надо ли знать хорошо давайте изучим этот вопрос допустим я вам приведу свой жизненный опыт самый лучший вариант у меня была такая ситуация в жизни я всегда когда взлетаю на самолете я пытаюсь понять как будет действовать судьба один раз я взлетел и почувствовал что самолетом будут какие-то неприятности но какие я не могу же знать все подробности я просто почувствовал что будут какие-то трудности у меня было время потому что трудности должны были где-то на посадке быть у меня было время поработать над этой ситуацией поработать означает поработать со своим сердцем потому что судьба в сердце находится не снаружи я начал молитву я молился молился всю дорогу почувствовал облегчение и на этом как бы успокоился можно в этом вопросе доверять своему сердцу через сердце чувствует опасность если ты задаешь им правильный вопрос но интересно что произошло потом когда самолет садился то неожиданно по какой-то причине заглохли двигатели и самолет начал падать но это продлилось недолго буквально несколько секунд я не знаю то ли это была воздушная яма но таких ям никогда не видел я летаю очень часто просто реально все женщины начинали истерично кричать начали в этот момент и этот вопль как бы женский длился какое-то время и меня психика вся отцепенела потом раз опять заработала и мы полетели дальше и сели но идея в чем заключается в том что очень важно сделать предварительное действие судьба имеет два две составляющие первая составляющая предварительное действие или действие в уме и вторая составляющая непосредственно действие судьбы например ты чувствуешь что муж может уйти некоторая фигня фигня у не уйдет или у ребенка что-то не так жизни почувствовал дальше нужна молитва одни люди закрывают глаза на это а другие молятся то поступать правильнее как вы думаете вот это ответ на ваш вопрос но если человек знает о том что в должно что-то чувствовать что должно что-то плохое произойти и при этом раздувает это в своем уме ой будет плохо будет плохо значит будет еще хуже чем ты даже думаешь потому что знание событий подразумевает другая работа которая соединяет разум с источником счастья так вот знайте что в разуме есть такая функция эта функция называется вера вера означает что из какого-то объекта психического объекта к человеку приходит счастье в жизни этот объект называется целью что такое цель жизни это то откуда приходит счастье и обычно человек верит именно в то откуда приходит счастье это является его верой если человек соединяется с объектом своей веры в момент опасности то счастье становится больше и она она убирает страдания но есть три типа веры одни люди верят в негатив в духов верят в сглаз в порчу то что все будет плохо это называется вера в невежестве она приводит человеку деградации второй тип веры люди верят богатство в деньги власть в славу этот тип веры приводит человека процветанию сначала потом перед напряжению потери свободного времени усталости на дрона дрыву и разрухи называется вера страсти допустим человек поверил что дом хороший большой дом этот главная цель его жизни он пашет пашет как и шаг целыми днями вроде движемся к дому дом уже купили потом все переругались разбежались почему потому что дом должен дать такую отдачу чтобы он восполнил все те труды которые мы совершили но он не восполняет результате люди устают разочаровываются и расходятся знакомые ситуации это не значит что дом не надо строить себе надо просто понять что такое главная цель жизни а что такое второстепенное важное менее важное надо в этих вопросах разобраться у разума есть разные приоритеты но есть еще вера благости вера благости это вера бога когда человек верит святость тогда он получает настоящую чистую силу в свое сердце которая реально помогает ему и это дает возможность преодолеть судьбу еще там внутри раньше чем она вышла наружу что такое семейная карма семейная карма означает то что я встречаю тех людей которые мне положены по судьбе одна женщина меня спросила алигина чем вы можете показать мне мою судьбу вот показать я говорю конечно могу ну покажите я говорю представьте себе всех ваших родственников друзей близких людей и выстроить перед собой все одни хорошие другие плохие третьи совсем плохие и так далее всех людей которые сильно влияют на вашу жизнь вот это и есть ваша судьба все эти люди олицетворяют вашу судьбу они каждый несут какую-то часть вашей судьбы вот и узнаете свою судьбу вас такая судьба все это ваша судьба и этот тоже но я не хочу а судьба не спрашивает хочешь ты или нет не все равно хочешь ты или нет она просто является ответом на твои прошлые поступки и все она без эмоциональная судьба она наказывает по взрослому и поощряет также надо это принять первое что человек должен знать что если он не может разойтись человеком он расходится и не расходится никак если он прилип кому-то больше чем на год это первое что надо значит муж и жена потому что вы связаны друг с другом нитью незримою ради высокой любви мы обязаны помнить что с нами пожизненно связаны нитью незримою нитью незримою наши любимые нитью незримою нитью незримою нитью незримою наши любимые если вы не можете уйти значит вы повязаны вопрос остается кем сами друг друга связали нет это объясняет что помимо души в области в сердце также находится еще одна душа два две души в человеческом теле две бывают души в человеческом теле а иногда четыре четыре бывают иногда шесть и очень редко восемь две души в человеческом теле бывает всегда веды объясняет что помимо души которой являюсь я это я душа в человеческом теле также есть еще представительство бога которое называется сверх душа она находится за душой ее не видно так вот сверх душа несет следующие функции она является той силой которая нам дарит счастье и страдания она является голосом совести совесть это не то что мне принадлежит часто говорят человек а у меня такая совесть совесть на всех одинаковая истина нравственность на всех одинаковая не бывает что одному человеку можно изменять а другому нельзя это истина принадлежит совести это совесть решает они мы можно изменять или нет эти законы все совести законы совести прописаны в священных писаниях священные писания идут от бога и через эти священные писания бог учит нас как жить по совести по совести означает гармонии с той силой которая дарит нам счастье или дарит страдания некоторые говорят а я сама может могу стать себя счастливым и сделать себя счастливым есть даже такая практика садишься я счастлив я очень счастлив я безмерно счастлив я разок практиковал эту практику в детстве мне было 12 лет я сидел и повторял я солнце я большое светлое солнце я сияю всем вокруг я дарю всем любовь и радость мама подошла и говорит солнышко пора кушать у меня был такой гнев внутри возмущение я солнце и она так со мной разговаривает потом я понял что это что-то не то потому что я начал собой гордиться понимаете проблема заключается в том что настоящее достоинство у человека оно зависит не от того кем я себя считаю а от того кто я есть на самом деле как ко мне относится моя совесть такой я и есть и такое есть достоинство и настоящее чувство собственного достоинства означает что если я совершил плохой поступок и в себе в этом признался это значит что я чувствую себя достойным а если я себе в этом не признался то это значит что я сам обманываю себя и ложно воспринимаю себя достойным я делаю вид что я достойный это называется самовнушение я солнце большое светлое солнце ну сделай что-нибудь хорошее тогда станешь чуть-чуть светлее сделай еще чуть-чуть что-то хорошее тверд душа также управляет судьбой человека она посылает страдания и счастье и она же соединяет людей вместе вот почему мы не можем разойтись кто держит нас мы сами себе не держим я хочу уйти но не могу почему а потому что я сам и не соединял эти отношения кто из вас нашел себе близкого человека сам поднимите руку честно все испугались ну ладно кто-то считает даже пять рублей невозможно найти вот пойдешь по екатеринбургу 5 рублей ищешь ищешь найдешь а близкий человек это же не 5 рублей это покруче да кто не может найти себя близкого человека поднимите руку вот эти люди понимают о чем я говорю сейчас это очень трудно найти себя близкого человека потому что надо знать на законы как он находится он находится не мной и думать когда же я встречу его а вы его никогда не встретите потому что вам его встретят вот если женщина делает добрые дела и думает о том чтобы выйти замуж делать добрые дела заботиться обо женских она расцветает если женщина любит все прощает ведет себя скромно делает так как нравится богу серд души то она становится румяненькой красивый ароматной похожая на красивую розу а если она постоянно думает о том хочу замуж хочу замуж хочу замуж она высыхает вся становится несчастный такой некрасивый теперь у меня к вам вопрос долго ли прорастет колючка посреди дороги все ее обходит она никому не нужна а роза ароматная долго прорастет посреди дороги до утра поэтому забудьте свои тревоги просто начните вести себя как женщина с теми кто есть с кем вести себя как женщина и кого нету с подружками с родителями жучкой внучкой деткой лепкой со всеми как женщина вы расцветете вы почувствуете в себе огромную силу женскую радость будьте счастливы и тогда выстроиться в ряд кандидата это гарантия в ряд просто выстроиться но положенное время надо только выучиться ждать выучиться ждать не означает печалиться не означает действовать что то делать хорошее надо быть спокойно и упрямо спокойно означает гармония совести что порой от жизни получать радости скупы играм но очень важно в жизни также иметь благословение когда тот и говорит добрый человек какой-нибудь говорит у тебя обязательно все будет хорошо обязательно будешь сам тогда тогда к этому моменту жизнь приближается быстрее понятно это для всех девушек не замужник говорю для всех за исключением тех которые бросили своего мужа даже если они считают что мы расстались если вы бросили сами раскаиваетесь иначе выйти замуж невозможно практически причина почему так потому что у женщины есть две энергии красоты одна энергия красоты это та красота которая как бы она есть у нее и есть это красота которая исходит от ее психики ее тело это красота она вызывает в мужчинах только желание секса и все никакой никакой ответственности и желание семейной жизни она не вызывает и часто девушки которые хотят выйти замуж они подчеркивают именно эту красоту они открывают свое тело красят губы и думают что это привлекает того мужчину который возьмет замуж нет это привлекает тех мужчин которые хотят секса а вот если вы хотите замуж тогда я вам расскажу про другую красоту которую мало кто понимает у женщины также есть другой вид красоты который называется теплотой сердца если у женщины исходит эта теплота из сердца то от нее исходит родственное чувство и есть два желания у мужчины первое желание наслаждаться женским телом которое является основным но иногда у мужчины возникает желание иметь женщину рядом всю жизнь и он им ищет именно вот это родственное чувство от женщины он ищет ту теплоту которая привлечет его на всю жизнь а не просто красивое лицо услышали меня или нет так вот знаете женщина которая бросила мужа у нее сердце становится холодным оттуда не исходит вот этой родственной теплоты и для того чтобы она исходила эта женщина должна серьезно раскаяться и раскаяние должно быть длиться до тех пор пока в сердце теплота не появится когда она появится вы это почувствуете сами это будет очень понятно иногда женщинам по природе очень сложно быть теплой и тогда они должны делать добрые дела быть очень нежными заботливыми ласковым учиться не мечтать сидеть а что-то делать по-женски и тогда возможность выйти замуж приближается очень быстро в жизни такой женщины и поэтому существует такая лекция обязанности женщины послушайте она вам поможет избавиться от этой проблемы что же такое семейная карма семейная карма означает что два сапога пара вот два сапога это пара или нет один вот такой а другой вот такой ну разницы никакой они нет нет потому что они оба сапоги Parsons причем одинакового размера одинаковой форме но каждому из них кажется что он особенный и каждому сапогу кажется что они лучше одному сапогу кажется что он красивее и поэтому лучше и нежнее, мягче в характере а другому сапогу кажется что он лучше потому что он увереннее в себе и лучше разбираются в вопросах, и серьезнее. Один сапог говорит, что главное в мире – это гармония, надо нежно разговаривать, надо мягко себя вести, все должно быть чисто и аккуратно. А другой сапог говорит, что главное – это понимание, куда ты идешь, чем ты занимаешься и чего ты от жизни хочешь. И так они всю жизнь спорят, эти два сапога. Но если они узнают, что они пара, и ничем друг от друга не отличаются, что в следующей жизни они поменяются местами, и правый сапог станет левый, а левым – правым, то тогда они успокоятся и начнут сотрудничать. Они должны ходить вместе, понимаете, два сапога. И это возможно только в одном случае. Если человек примет две вещи. Первая вещь – что близкий человек достался мне не случайно. это и есть моя судьба, даже если она мне не нравится. И вторая вещь – что если я принимаю свою судьбу, то счастье в моей жизни придет неизбежно. Неизбежно. Единственная проблема в страдании людей заключается в том, что они не хотят принимать свою судьбу. Вот, допустим, если женщина думает, я бы могла себе и получше найти. У женщины есть такие мысли, нет? Ну, есть, еще никуда и не едет. Если у женщины такие мысли возникают в голове, то у мужчины возникает в голове что-то другое. У него не возникает таких мыслей. Я бы мог себе и получше найти. У него другой склад ума. У него на голове вырисовывается надпись. И фамилия, обычно его мужская фамилия, она приобретает еще приставку. Его фамилия приобретает итальянский оттенок Кобеллино. Кобеллино. Иванов Кобеллино. Петров Кобеллино. Если женщина сомневается в том, что это ее единственный вариант, мужчина начинает гулять. Потому что мужчина приковывается к женщине только одной эмоцией. Я твоя. Я твоя. За мужем. Не рядом, не спереди, не сверху, не снизу. За мужем. Я твоя. У него психика раз, расслабляется все. Кобеллино с олба стерлась. Верьте, не верьте, женщины. Факт. И если он идет по улице, идет солдат по городу, идет улыбок девушек, вся улица светла. Все мужчины реагируют на красоту женскую женскую. Нет таких. Веда объясняет, что если мужчина сидит рядом с обнаженной красивой девушкой, и у нее ничего не дрогнет внутри. Знаете, что он импотент. Нет, даже в импотентах тоже дрогает. Может быть, не снизу, а в другом месте. Но факт остается фактом, что если мужчина сидит рядом с обнаженной девушкой, ему спокойно, он не реагирует, это значит, что он святой. Надо жить в монастыре. И это не значит, что он урод там какой-то. Он просто очистил свое существование. Он стал более возвышенным. Все остальные мужчины реагируют на женскую красоту. и не только вашу, мои хорошие, а также и на других девушек. Но если женщина считает, что это мой единственный вариант и самый лучший, понятно, что есть много фактов, что это не так, которые глаза не закроешь. И женская память о мужских недостатках очень сильна и стабильна. А мужская память о женских недостатках очень скоротечна. И когда мужчина говорит, ты чего так делаешь? Женщине говорит, она ему в этот момент со скоростью пулемета перечисляет много фактов о нем. в результате перестает терять дар речи. И все это находится в памяти постоянно. Несмотря на все это, женщина должна заставить себя с помощью своего разума считать, что это мой единственный человек. И тогда у него нет возможности бросить. Или эта возможность уменьшается. Потому что бывает так, что у женщины покармливают, что ее бросят. Потому что она сама кого-то бросила в прошлой жизни. И за это надо отвечать мой хороший. По-любому отмечать. Но если дальше даже в этом случае вас хочется бросить, все равно если вы заставляете себя думать о том, что это мой единственный вариант, тогда бросить тяжелее. А если вы уверены, что это мой единственный вариант, то невозможно. потому что вместе мы или нет за это отвечает жена. А вот идем одной дорогой мы или нет за это отвечает муж. Если муж вдохновил жену идти одной дорогой с ним, он победил свою судьбу. Если женщина вдохновила мужчину жить именно с ней, не обращая ни на каких других женщин внимания, значит она вдохновила своего мужа. Итак, что же такое семейная карма? Вот смотрите, взять допустим женщину, у нее есть много всяких сторон характера, но судьба хочет, чтобы она изменяла вот конкретные черты характера свои. И у мужчины тоже есть много всяких черт характера, а судьба хочет, чтобы он изменял только вот эти вот свои черты характера. И поэтому судьба объединяет по этим чертам характера их вместе. И они друг друга только с этой точки зрения воспринимают. Многого мы не знаем своих близких людях. Они могут раскрыться во многом другом в отношениях с другими людьми, если мы наблюдатели. Но мы их видим вот такими друг с другом. Как мы их видим? это зеркало моей судьбы. Муж это зеркало моей судьбы для жены, а жена это зеркало моей судьбы для мужа. И если человек принимает свою судьбу, значит все эти черты характера у него будут меняться. А если он не принимает, значит они все будут ухудшаться. Поэтому древняя культура и говорит, не принял близкого человека. Жить счастливо не будешь, а будешь жить плохо. А вот хороший вопрос. Вы так услышали в моей лекции, что надо ждать. Тебя бьют и ты ждешь. Ждешь такой раз. Принимать означает сидеть и смотреть, да? Вы так считаете? Не знаете? Хорошо, здорово, спасибо вам за этот вопрос. Принимать это всего лишь первый шаг в действии. Это то состояние, в котором деятельность начинается. Когда человек принимает что-то, тогда он не сидит и смотрит. Сидит и смотрит тот, кто разочаровался и не может принять. Допустим, едет танк на меня. Я должен сражаться с этим танком. Если я не принимаю тот факт, что я должен сражаться с танком, что будет дальше со мной? Меня парализуют. Я залажу в окопу и у меня вот этот центр паховый он активизируется и в этот момент, когда он активизируется, происходит спазм в кишечнике и в штанах появляется определенный конгломерат. иногда имеет жидкую форму, иногда густую. Все зависит от того, где спазмировал. Но если человек принимает судьбу, он понимает свой долг, что он должен быть женщиной в этой ситуации или мужчиной, выполнять свои женские обязанности или мужчины, принимать, терпеть, прощать, выполнять свой долг, тогда он идет на танк. Он не сидит дальше в окопе, потому что его долг не сидеть в окопе. Вы должны понять одну вещь, что сначала, прежде чем совершить действие, человек должен сделать предварительное действие. Он должен понять, что это его работа, его работа, а не тети Мани. Если муж меня бьет, это моя работа, мой труд, мой объем работы, моя проблема. Если вы это принимаете, начинаете ее решать. Если кухня грязная, вы принимаете это факт, что это ваша кухня грязная, вы начинаете там убираться. Но если вы расстраиваетесь из-за того, что кухня грязная, это значит, что вы не принимаете этого факта, что это ваша проблема. Раскройство означает перевалить стрелки на кого-то другого, сказать, так это же муж проказничал на кухне, пусть он и убирает, а мужа по барабану. Потому что это женский долг убирать кухню, хоть за мужем, хоть за детьми, хоть за жучкой, хоть за внучкой, за карму. Так у меня обычно первая лекция долго вступление, но зато потом все понятно становится. Большое вступление, потом все понятно. Мы не закончили еще лекцию. Я сейчас вам скажу сейчас важную вещь, что сейчас будет третья часть, вторая часть нашей программы, она очень должна, вы это потом позже поймете. Эта вторая часть программы называется победа над судьбой. Это практическое занятие. Мы сейчас должны вспомнить что-то святое. Разум должен соединиться с чем-то святым, для того, чтобы человеческий разум в сердце наполнилось силой для преодоления ситуации, для того, чтобы вам победить ситуацию, вам просто не хватает силы. А для того, чтобы она была, нужна молитва. Самый быстрый и верный путь это повторение. Когда человек повторяет, я желаю всем счастья, он отвлекается от своей ситуации, начинает соединяться, гармонизировать со счастьем других людей. В результате он наполняется силой для победы над судьбой. Не разочарованием, не плохим опытом своей жизни, а силой победы над судьбой. И сейчас, если вы в гармонию войдете со всем этим залом, то тогда энергии счастья будет намного больше в вашей психике, чем если бы вы это делали дома, в одиночку. не не теряйте зря время. Первое, что нужно сделать, нужно понять, у меня нет счастья, все, что было израсходовано. Счастье можно только получить от источника счастья. Самый лучший источник счастья это святость. Вспомните что-то святое в своей жизни, то, что вас вдохновило. Может быть, это икона, может, это возвышенный человек, может, быть, это святое место, может, быть, священное писание, может, быть, духовная музыка, может, быть, это просто облик Бога и так далее. Все, что угодно, то, что вас вдохновило и дало чистоту в жизни и свет в вашей духовной традиции, не в соседней, в том, что связано именно с вами. Может, у вас нет духовной традиции, но вас что-то вдохновило, что святое у каждого человека в жизни есть. Вспомните, может быть, это глаза мудрого человека. Все, что в жизни есть святого, все это связано с Богом. Все это связано со сверхдушой, как говорят веды, с Богом, который присутствует в нашем сердце, меняет нашу судьбу. Святость увеличивает силу разума человека и дает возможность ему победить свою судьбу. Человек должен научиться забыть про себя для того, чтобы победить судьбу. И победа над судьбой состоит из трех этапов. Первый этап человек думает о святости и повторяет «Я желаю всем счастья». В это время, если это он делает качественно, то есть забыл про себя и думает о других, то в это время у него наступает спокойствие сначала в сердце. Это значит, что вот эта нитнеизримая связь с людьми очищается, она становится лучше и сердце успокаивается. Идет первый этап победы. Потом, когда человек дальше повторяет «Я желаю всем счастья» или молитву, это то же самое, то в этом случае у него в сердце появляется знание, что делать. И на третьем этапе, когда уже практически на тонком плане, на невидимом плане судьба уже побеждена, у него появляется вера, что все будет хорошо. На третьем этапе. Вот сейчас у нас есть 10 минут. Кто-то дойдет до первого этапа, кто-то просто будет зевать, а кто-то дойдет до третьего. Все зависит от того, сколько усилий вы приложите, и сколько у вас есть веры. Вперед. Надо все вместе повторять «Я желаю всем счастья», но желать можно только то, что ты почувствовал. Пытайтесь лучше почувствовать ту святость, которую вы знаете, и повторяйте «Я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья». «Я желаю всем счастья». Через 10 минут проанализируйте потом, когда до пойдет, что произошло. Я понимаю, что вам надо спешить, кому-то надо уже уйти. Я все понимаю, все понимаю. Не думайте, что вы сделали что-то плохое. Спасибо вам, что пришли на лекции. «Я желаю всем счастье». «Я желаю всем счастье». Я шла всем в счастье. 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 Я желаю 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 всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.